Белорусы обсуждают, как же так, почему в обмене не фигурировал ни один белорусский политзаключенный, хотя Рико Кригер был приговорен к смертной казни именно белорусским судом. С вашей точки зрения, почему, объясните, и можно ли что-то сделать для белорусских политзаключенных? Видите, этот обмен был ни в коем случае не перфектным. Он пытался добиться того, что возможно, а не какой-то идеальный список создать. По белорусской теме не очевидно, почему это случилось, потому что арест и вердикт со смертной казнью был создан практически по заказу Кремля, как часть окончательного нажима давления на Германию, чтобы Германия согласилась с Ваидом Красакова. То есть это не было суверенное какое-то решение белорусского диктатора, это была услуга, которую он сделал. Поэтому Германия, скорее всего, сочла, что это отношение между Германией и Германией, включение Белоруссии. Но, конечно, здесь возникают вопросы, а что с белорусскими политзаключенными, а что с чеченами, этническими чеченами, которые находятся в тюрьме в России, можно было включить и надо было, скорее всего, включить и чеченских активистов, поскольку жертва самого важного обменного россияна, это был все-таки чеченский, ну, грузино-чеченский представитель этнической диаспоры, поэтому много было сделано неидеально. Но по белорусской теме, я думаю, что сейчас уже есть арестованные белорусские КГБшники в Европе по тому, что они выполняли заказы по терроризму из Кремля. И я думаю, что еще больше таких будут арестованы, потому что Кремль использует белорусские спецслужбы как посредников для того, что не оставляют следов. Я думаю, что именно вот эти арестованные должны быть обменены на белорусских полизаключенных.